Время правительства Афганистана 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 Присоединяясь к словам признательности в адрес президента Республики Казахстан, уважаемого Касамджамар Кемельевича Такаева, за прекрасную организацию нашей встречи, разделяя прозвучавшие сегодня оценки деятельности совещания. За прошедший период эта структура показала свою востребованность в качестве важной площадки для широкого и открытого диалога по вопросам обеспечения безопасности, укрепления взаимного доверия и устойчивого развития в Азии. Выражаем готовность принять участие в совместном работе по вопросу трансформации нашего форума. Уважаемые участники саммита, сегодня мы являемся свидетелями беспрецедентного дефицита диалога и доверия, растущей неопределенности в международных отношениях. Все это подрывает основу многостороннего сотрудничества, провоцирует эскалацию конфликтов, ведет к системным сбоям глобальной экономики. Новые геополитические реалии негативно сказываются на стабильности всего азиатского региона. Кризисные явления напрямую затрягивают и государства Центральной Азии, сдерживают наши усилия по углублению экономической интеграции. С учетом этого интереса общей безопасности, развития и процветания, нам необходимо сосредоточиться на следующих приоритетах. Первое. Особое внимание требует ситуация в Афганистане. К сожалению, на фоне других острых международных проблем вопрос афганского урегулирования стал уходить на второй план. Нельзя допустить повторения печального опыта прошлого, когда эта страна фактически превратилась в международный террористический хаб. Необходимо выработать общие скоординированные подходы к взаимодействию с временным правительством Афганистана. В целях достижения широкого консенсуса по афганской проблематике и принятия практических мер на глобальном уровне, предлагаем рассмотреть возможность совместного обращения стран Азии к Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций с инициативой оформировании международной переговорной группы высокого уровня для подготовки и согласования с властями Афганистана «Алгоритма поэтапного выполнения обязательств сторон». Второе. Мы все больше сталкиваемся с широкой экспансией радикальных идей. Используя новые методы пропаганды и идеологического воздействия, деструктивные силы активно вовлекают молодежь в экстремистические организации. В этой связи нам нужно наладить системное сотрудничество, чтобы уберечь нашу молодежь от радикализма, направить ее энергию на созидательный путь. Молодые люди должны поверить в себе, почувствовать сопричастность к формированию справедливого будущего, иметь возможность реализовать свой потенциал и надежды. Как сопредседателям Молодежного совета совещания предлагаем также запустить новый формат диалог поколений, призванный содействовать лучшему взаимопониманию между людьми разного возраста, совместному поиску решения наиболее актуальных проблем молодежи. Готовы провести первую такую встречу в рамках форума молодежных лидеров в Самарканде в апреле 2023 года. Третье. Ключевым вопросом повестки сегодняшней встречи является адаптация наших экономик к нарастающим негативным последствиям глобального кризиса. Здесь важно не допускать усиления протекционизма, а также ввода новых ограничений, которые дестабилизируют глобальные рынки. Усиливать взаимосвязанность в азиатском регионе, прежде всего за счет создания производственно-логистических цепочек и транспортных коридоров, эффективно соединяющих Центральную Азию, Южной и Восточной Азии, а также Ближним Востоком. Четвертое. Преодоление вызовов устойчивому развитию послужит продвижение экономики знаний как основу для перехода на новый этап глобальной промышленной революции. Считаем телесообразным более полно задействовать потенциал трансфера инноваций, активно стимулирует цифровизацию, развитие облачных технологий, искусственного интеллекта, интернета вещей. По этим направлениям страны Азии имеют все возможности для совместного достижения глобального лидерства. Пятое. Большинство государств нашего континента являются также основными импортерами продуктов питания и остро ощущают на себя последствия продовольственного кризиса. По оценкам Всемирной продовольственной организации, около половины населения планеты, страдающей от голода, проживает именно в Азии. Парадокс заключается в том, что одновременно наши страны являются и ведущими мировыми производителями продовольствия. В этой связи сегодня особенно необходимы новые подходы таких направлений, как формирование устойчивых схем производства продовольствия и оптимальных цепочек ее доставок, гармонизация технических регламентов для роста внутрирегиональной торговли, создание целостной системы мониторинга продовольственной безопасности в Азии. Все эти вопросы предлагаем обсудить на международной конференции под эгидой ФАО, которая пройдет в Узбекистане в следующем году. Шестое. Для решения проблем экологии и изменения климата предлагаю объединить наши усилия и запустить регулярные экспортные консультации в рамках консультальной программы «Зеленая Азия» по вопросам интенсивного озеленения наших стран и поддержки уязвимых экосистем. Уважаемые друзья, убежден, что эффективно проделивать современные вызовы возможно только путем диалога, учета интересов друг друга и соблюдения общепризнанных норм международного права. Именно поэтому главной целью выдвинутой нами Самаркандской инициативы солидарности во имя общей безопасности и просветания определено вовлечение в конструктивный диалог всех, кому небезразличное будущее человечества, кто стремится к миру, согласию и совместному просветанию. Уважаемые главы делегации, участники саммита, мы поддерживаем намерения Казахстана, продолжит председатель совещания до 2024 года и желаем успехов нашим казахстанским партнерам. Уверен, что общими усилиями, укрепляя партнерство и доверие, мы сможем достичь благородных целей, обеспечить мир, стабильность и просветание наших стран. Благодарю за внимание. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...